В летний сезон мусор, оставленный дачниками на обочине, острая проблема. Именно ей уделили основное внимание участники рейда автопробега. Наиболее тяжелые районы в отношении поддержания чистоты и порядка – это городское поселение Кубинка, это сельское поселение Лесной городок, сельское поселение Назаревское. Но главы администрации работают в этом направлении, я думаю, что положительные труды и результаты этой работы проявляются на данный момент, даже на сегодня. Такие рейды проводятся регулярно, но не всегда сотрудников Госадминтехнадзора сопровождает молодая веселая компания. Активисты из молодой гвардии нередко участвуют в подобных акциях. Мы часто проводим рейды, но если хотите, конечно же, приезжайте. Рейды мы по дорогам еще не проводили, проводили только продажа спортных набитков несовершеннолетним. Потом проверяли, как действует закон, который молодая гвардия внесла в закон Российской Федерации о запрещении продажи энергетиков алкогольных и, в принципе, энергетиков в Московской области. Я призываю добросовестно исполнять свою работу, это самое главное. Участие в таких рейдах дает молодым возможность изучить методы работы опытных сотрудников, вникнуть в проблемы и самим поучаствовать в процессе их решения. Молодая гвардия вообще выступает за чистоту и порядок на территории Московской области, наше отделение, например. И это главный фактор, я считаю. Команда проверила Подушкинское, Красногорское и Рублево-Успенское шоссе. В ходе рейда было выявлено 11 несерьезных нарушений. Самая распространенная – незаконная реклама на остановках. В целом, как активисты молодой гвардии, так и сотрудники Госадмотехнадзора отметили положительную тенденцию – дороги стали чище. По маршруту, по которому мы проехали, общее впечатление, конечно, чистота и порядок. Есть, конечно, маленькие недочеты, но они бывают всегда. А так, в основном, общий маршрут, претензий очень мало. Потому что, во-первых, обочины, полоса отвода дорог покошена, окос дороги произведен. Работы по удалению объявлений со знаков, со остановочных павильонов проводятся, конечно, но не в полном объеме. Вот, допустим, пример на заднем плане. Автобусный павильон, на котором работа по удалению объявлений не проведена. Каждое нарушение будет рассматриваться отдельно. В зависимости от того, насколько оно серьезно, будет определяться и наказание. Рейд показал, что владельцы подмосковных трасс стараются следить за чистотой дорог и прилегающих к ним территорий. Поэтому, скорее всего, им будет вынесено только предупреждение. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».